здравствуйте дорогие мои рукодельницы я рада вас приветствовать на своем канале не рукоделие творчество вязание пряжи меня зовут елена сегодня 28 марта суббота выходной день и по выходным дням я не обычно не снимаю мастер-классы а решила с вами немножко пообщаться поделиться текущими проектами идеями также расскажу вам что дальше будет на канале и просто с вами пообщаемся сегодня влог болталка я решила посвятить выходные дни семье и также завершить проекты которые мы с вами вяжем на канале связала я жакет незабудка постирала наконец-то и вот сегодня буду отпаривать и выполнять сборку всех деталей вот таким образом выглядит у меня рукав это до отпаривания предварительность пряжи у меня было перед вязанием обработано как я это делаю вы можете посмотреть на моем канале есть специальное видео которое тоже сняла по просьбе моих зрительниц ссылочку я оставлю в описании под этим видео в процессе всегда я вязаные вещи стираю в машине вручную я не стираю так как люблю все делать быстро просто и без всяких как бы говорится лишней работы вот смотрите в процессе стирки у меня все осталось без изменения в принципе вроде бы такие же размеры на контрольные размеры я не делаю так на глаз вот если прикинуть то не села не вытянулась все нормально осталось только отпарить чтобы все петельки смотрелись красиво ровненько эти немножко и буду сшивать значит у нас жакет я сняла мастер-класс по полный процесс и всю технологию вязания с первой по восьмую часть есть отдельный плейлист учу вязать жакет крючком незабудка вы можете пройти по ссылочке всплывающей подсказки также в конечных заставках есть ссылка на плейлист и присоединиться вязание если вы еще не вяжите у вас нет такого летнего красивого жакетика жакетик связан крючком и вот сегодня я хочу сегодня завтра воскресенье сделать сборку для того чтобы вам продолжить снимать заключительную часть мастер-класс это будет уже девятое покажу каким образом выполнить обвязку жакета по периметру чтобы вам долго меня не ждать надо завершить все начатые проекты соединю рукав с основным телом жакета и так как у нас уже здесь есть нет основного полотно связано без бокового шва у меня будет только швы по рукаву и плит плит также плечевой шов я сделал здесь только наметку не сделано каким образом я сшиваю я вам тоже покажу возможно даже в этой части масть в этом блога влога фрагмент покажу каким образом я собираю и сшиваю детали между собой также мы с вами вяжем новый проект белоснежка спасибо мои дорогие рукодельницы что вы придумываете для новых проектов такие замечательные названия мне не очень все нравится от всей души вас благодарю что вы принимаете участие помогаете мне мне очень все названия ваши все очень нравится спасибо вам огромное вот этот проект называется белоснежка я сняла первую часть мастер класс каким образом вяжется кокетка в следующей части мастер-класс это будет понедельник вторник уже на следующей неделе сниму как вяжется основной узор кофточки будет мастер-класс также ссылка есть на этот плейлист учу вязать кофточку ажурную кофточку белоснежка все ссылки указаны в описании под этим видео всплывающие подсказки также в конечных заставках если у вас еще нет такой кофточки замечательные присоединяйтесь и будем с вами вязать вместе в компании рукодельниц и я еще связала вот такую кофточку оверсайз летнюю мастер-класс я сделаю только по вязанию узора и также поделилась с вами схемой узора и выкройкой можете тоже пройти посмотреть есть видео на моем канале ссылочку тоже также оставлю в описании под видео и в конечных заставках называется кофточка шик она свободная и так как пряжа у меня было мало вот таким образом выглядит там не было вязала я из пряжи генард flowers но у меня был еще остаток цвет оранжевый я не захотела его включить в работу так как мне показалось что закончить желтым цветом захотелось просто закончить вот нет пряжи желтого цвета пряжа flowers цвет 259 это моя любимая пряжа в последнее время я очень люблю вязать из пряжи мягкий хлопок досталось у меня чуть-чуть обвяжу нитью желтого цвета рукава горловину и закончу работу и покажу вам на канале результатные работы после того как я уже сделаю сборку и не обязательно с вами вам покажу весь как она выглядит у меня на манекене размер 50 также подойдет на 48 52 даже 54 потому что такая свободная модель я люблю такие модели были связаны по принципу летучие мыши тут скошенный скошенное плечо свободный рукавчик подойдет для полненьких девушек женщин вот таким образом глядит узор до опаривания я постирала вот эти детали мне связаны две детали спинка стираю как я уже сказала сразу же в стиральной машине это пряжа я в неуверенно я ее предварительно не обрабатывала и сразу же постирала этот у меня горловина достаточно свободное что хочу сказать смотрите немножко тут конечно камеры не передает свет вот я очень сильно боялась хотя стирала я при 30 градусах температура воды мне было полиняет желтый цвет или нет от черного и потом когда я уже достала из машины заметила что немножко вот этот белая нить она чуть-чуть стало темнее но это незначительно незначительно но все равно цвет пряжи изменился и сейчас даже вот я вязала с вами вместе мы вяжем платье или я уже связала никто рукодельницы довязывают и вот у меня здесь идет красный цвет черный и вот розовый и мне осталось его постирать и сделать вам обзор даже боюсь теперь стирать вдруг у меня розовый цвет тоже станет не розово грязно-розовым серым даже не знаю что делать но рискнув все-таки все равно надо стирать и отпаривать и скоро лето носить стираю стирала в этот раз я лаской это жидкий гель для стирки для того чтобы сохранить цвет пряжи эффект восстановления и также добавила в конце такой ленор для смягчения но почему-то вот я в последнее время заметила за собой что я не люблю вязать и из пряжи стопроцентный мерсеризованный хлопок допустим жакет незабудка я вязал из пряжи коко это стопроцентный мерсеризованный хлопок пряжу белой то есть кофточку белоснежка тоже вязала из стопроцентного мерсеризованного хлопка мне нужно постирать эту кофточку осталось только постирать и отпарить и вот хочу у вас спросить совета подсказки с вашей стороны дорогие мои подскажите мне каким вы средством стираете вещи вязаные я хочу добиться эффекта вот чтобы смягчить смягчением мерсеризованных хлопок на мой взгляд она все равно все равно какой-то такой жестковатый по сравнению с натуральным хлопком без эффекта мерсеризации напишите мне пожалуйста в комментариях если вам не трудно какими средствами для стирки и смягчения пользуетесь вы это уже попробую мне хотелось бы добиться чтобы вещь была отказать им приятно к телу очень мягкая а здесь хотя я и постирал этим средством лаской или норм ну они мне не дали того ожидаемого эффекта по смягчению ткани свет тоже я не сказала бы что стал насыщенно каким-то ярким каким был такой остался ничего такого особенного я не заметил эффекта обычные обычные средства говорится чудо не произошло вот напишите мне пожалуйста какие средства листер вязаных вещей используете вы буду вам благодарна и еще напишите мне пожалуйста какой из какой летней пряжи вяжите летние вещи какая у вас любимая пряжа у меня на канале так как уже все проекты практически довязан осталось их собрать и вязать и вот еще до вяжем с девочками кардиган и я на следующей неделе уже планирую запустить цикл мастер-классов буду для вас на просторах интернета искать модели будем вязать вы будете как помните раньше вы голосовали выбирали модели комментировали и за понравившиеся модели канале мы сделали голосование с вами проголосовали и вот эти все проекты уже связали я думаю вам было интересно и мне тоже с вами очень интересно вязать давайте с вами продолжим эту традицию я буду вам предлагать модели а вы будете уже решать нравится вам или не нравится будете вязать вы не будете будете ставить пальчики вверх классы и писать мне в комментариях что буду вязать не буду вязать и таким образом те модели которые поле получат наибольшее количество голосов и желающих присоединиться к совместному вязанию мы будем их с вами вязать вместе я проведу организую мастер-классы подробные весь процесс вязания я думаю что так интересно так как у нас с вами все вкусы разные допустим не что-то нравится одно вам абсолютно другое и мы уже по большинству голосов будем с вами определимся с моделями и также мне надо будет купить пряжу для вязания этих моделей вот не знаю еще какую купить потому что сейчас связи с коронавирусом нас кризис никак по всему миру импортная пряжа стала дорогая очень придется выбирать пряжу российского производства ну и там наверно поднимутся цены напишите мне пожалуйста из какой какая у вас любимая пряжа для вязания летних вещей название пряжи и какая вам нравится что мне в последнее время почему-то мерсеризованный хобок перестал нравится кажется хочется какой-то мягкости чтобы пряжа была такая нежная приятная в носке комфортное для тела вот что ваши комментарии ваши советы если вы еще не подписаны на канал то обязательно подписывайтесь я надеюсь на моем канале вам будет интересно и мы будем с вами вязать вместе очень красивые индивидуальные неповторимые вещи потому что для у каждой рукодельницы у нее получается своя такая уникальная вещь хотя мы вяжем сами одну модель но все они смотрятся по-разному так как вы вяжете с другой пряжи и смотрится все все по-разному добавляете свою изюминку как говорится в работу любовь душу вкладываете не вещи получаются из-за этого уникальными и неповторимые своем роде я отпарила все детали кофточки это перед и спинка кофточку мне называется шик и если вам понравился узор вы можете посмотреть мастер-класс обучающий видео урок по вязанию данного узора узор вяжется очень легко просто и быстро кофточка вяжется тоже несложно модель оверсайз подойдет для любого возраста и комплекции фигуры типа фигуры я ее связала за два дня и сейчас я хочу вам показать каким образом я сшиваю детали между собой тоже будет мини мастер-класс таким образом я буду связывать детали соединять детали жакета незабудка и вот этой кофточки под названием шик сначала всегда я после того перед тем как собирать детали в готовые изделия я предварительно перед тем как вязать пряжу обрабатываю в данном случае пряжи пряжи я доверяю я уже вижу третье изделие из нее и я ее не перед вязанием не обрабатываю а сразу же после того как связала все детали постирал в машине и провела работы по вт.о. таким образом выглядит узор после вт.о. сейчас мы с вами приступим я вам покажу каким образом соединить детали между собой сколола детали швейными булавками деталь переда и спинки таким образом чтобы вот узор он совпадал и сейчас я буду вам показывать мастер-класс по выполнению швам пряжу я выбрала мне быть пряжа кружевная цвет стоишься 6 суровый которая я считаю подойдет для соединения так как цвет практически совпадает не было несколько вариантов цвета ну вот этот наиболее оптимальный вы можете соединять детали таки такой же пряжи из которой вы вязали самого изделия ну так как у меня пряжа недостаточно и и у меня мало я оставила для обвязки горловины и рукава я решила использовать другой вид другой вид пряжи это стопроцентный акрил приступаем к выполнению шва так прикрепляю рабочую нить узелком потом эти все хвостики я спрячу это будет у меня заключительный этап и вот таким образом ввожу крючок здесь у меня деталь переда и спинки плечевой шов ввожу крючок прокалываю одну деталь от себя прокалываю вторую деталь захватываю рабочую нить вывожу на себя оставляю петельку и далее таким же образом прокалываю часть переда деталь переда и спинки захватываю рабочую нить ввожу на себя и соединяю вот эти две петельки вторую через первую завожу все это у нас начало и теперь в каждую петельку я провязываю такой соединительный назовем его столбик показываю медленно вы можете также регулировать скорость воспроизведения видео стараюсь показывать достаточно медленно можно соединить швы иглой простой швейный так вот я до конца ряда провязываю в каждую петельку расстояние что было одинаковое либо в каждый столбик в данном случае столбики здесь с одним накидом провязаны совмещаю стараюсь совместить совмещать узор чтобы узор совпадал с узором спинка с передом все ровненько и аккуратненько не торопясь мы вот проделываем вот эту работу от которой тоже от ее аккуратности зависит тоже внешний вид готового изделия проверяем чтобы столбики были накладывались друг на друга и что добиться совпадение узора таким образом я соединяю обычно все вязаные работы которые я связала крючком из тоже вот меня так потом мы с вами в том этот шов я буду отпаривать все вот таким образом выглядит шов соединительные с лицевой стороны и с изнаночной давайте покажу вам что мне получается это у нас изнаночная сторона у меня кофточки так камера не фокусирует так вот смотрите после того как я вывернула изделие таким образом выглядит шов я его отпарю обязательно отпариваю все швы чтобы они были незаметными и не бросались в глаза таким образом я соединяю и очень легко если допустим вы что-то там неправильно вас либо смещение узора произошло какая-то другая причина смотрите как легко его распустить просто дергаю за конец рабочей нити и он все легко распускается и можно заново перевязать надеюсь вам мастер-класс по соединению деталей вам пригодится легких вам петелек и спасибо вам что смотрите и подписывайтесь на мой канал я уверяю вас что дальше с родителем моего канала вам будет еще интереснее и мы будем с вами вязать очень много работ красивых стильных и модных оставайтесь со мной и смотрите мои видео я готовлю для вас материал практически каждый день с вами была елена всем пока пока до новых встреч на моем канале субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...